Ну так, я человек 100 и страдаю всем возможным. Ревматизмом, стигматизмом, потерей памяти и так далее. Продолжение темы про военные ножи. Еще три. Соответственно, штек-нож от чешского карабина VZ-58. Самое что ни на есть настоящий. Карабин у меня тоже есть. И вы его, наверное, уже видели. У меня была десантная модель, а сейчас уже модернизованный вариант. Соговский силпап. Вроде действительно кем-то используется. Ну и, соответственно, Глок. Какая-то там модель. Вот, вы видите? И, соответственно, у меня 81-я модель. Саперный, по-моему. По-моему, называется саперный. Видите, такая двойная пилка у них. Вот это еще три боевых или военных ножа, которые либо используются, либо использовались, либо все. А что еще остается? Либо и будут использоваться. Каждый для своего. Один чисто нож. Другой, вроде как, еще и хазбит-инструмент. Хотя, честно говоря, мне вот... Глоковский нож, так, спокойно к нему очень отношусь. По принципу, что приобрел. Ну, приобрел, так приобрел. Но ничего так особенного к нему не чувствую совершенно. Соговский ножик мне нравится. Вот такой вот принцип лезвия мне очень и очень нравится. Просто он еще люденький, такой простенький и удобный в руках очень. Ну, как бы, понятно, кому он предназначался. Котиком морским. Пользуются ли они им или нет? Хороший вопрос, не знаю. Но, вроде, по их заданиям создавался. Ну, и, соответственно, штек-нож. Надо попробовать, конечно, на оружие, как это выглядит. Такое ощущение, что... Такой... Чисто утилитарный инструмент. Кстати, совершенно не заточенный. Я даже не знаю, точит ли его. Это, конечно, не штек от калаша. Но в качестве примера более чем... Особенно учитывая, что за него доплачивать не пришлось. Вот. Вторая часть с марлезонского балета закончена. Еще три военных ножа.